ОТЕЦ СЕРАФИМ РОУС БОЖИЕ ОТКРОВЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ СЕРДЦЕМ ИСПОВЕДАНИЕ ПРАВОСЛАВИЕ ПОИСК Для чего человек познает религию? К тому есть множество несущественных причин. И есть лишь одна достойная причина, когда человек относится к изучению действительно серьезно, с целью глубже постичь реальность, найти ее. Не ту ежедневную, которая так быстро меняется и гибнет, не оставляя ничего после себя. И не давая полного счастья человеческой душе. Каждая религия, если она честна, пытается найти подлинную реальность. Сегодня я хотел бы сказать несколько слов о том, как истинную духовную реальность для религиозных искателей открывает православное христианство. Поиски реальности – опасная задача. Все вы, вероятно, слышали о том, что многие молодые люди в наше время поисков сгорают дотла, либо умирая молодыми, либо влача жалкое существование в разладе с потенциальными возможностями ума и сердца. Лет 25 назад, когда я сам был занят поисками, я дружил с одним человеком, Олдусом Хаксли. Он только что открыл тогда предполагаемую духовную величину – наркотик ЛСД – и оказал большое влияние на многих, ставших его последователями. Этот молодой человек – типичный религиозный искатель, который мог бы присутствовать на этой лекции. Однажды сказал мне, «Не важно, что бы вы могли сказать об опасностях наркотиков, вы должны признать, что все что угодно лучше, чем повседневная американская духовно мертвая жизнь». Я не согласился, так как уже тогда начинал понимать, что духовная жизнь существует относительно нас в двух направлениях. Она может вести человека вверх от обыденной разлагающейся жизни, но может вести и вниз, и может стать причиной настоящей духовной и физической смерти. Он пошел своим собственным путем и к 30 годам превратился в старика с разрушенным мозгом, и всякие поиски истинной реальности были им оставлены. Подобные примеры можно найти среди людей, которые ищут различные формы психических опытов, эксперименты в состоянии вне тела, имеют неожиданные встречи с НЛО и тому подобное. Опыта массового самоубийства в Джонстауне в 1980 году достаточно, чтобы напомнить нам об опасностях религиозных поисков. Наша православная литература за прошедшие 2000 лет содержит довольно много поучительных примеров такого рода. Здесь я приведу только один из жизни святого Никиты из Киевских пещер, который жил примерно тысячу лет назад в России. При исполненной рвении Никита просил игумена своего монастыря благословить ему подвязаться в затворе. Отец-игумен, которым был в то время преподобный Никон, отказал ему, говоря, «Сын мой, не будет тебе пользы при твоей юности сидеть праздно. Будет гораздо лучше, если ты останешься с братьей и, работая вместе, не потеряешь своей награды. Ты сам видел, как брат наш Исаакий Пещерник был соблазнен в затворе бесами и погиб бы, если бы его не спасла великая благодать Божия по молитвам преподобных отцов наших Антония и Феодосия». Никита ответил на это, «Никогда, Отец мой, я не соблазнюсь при каком-либо искушении. Я имею намерение твердо противостоять бесовским искушениям и буду молить человека-любца Бога, чтобы он и мне подал дар чудотворения, как некогда Исаакию-затворнику, который и доселе творит многие чудеса». Тогда Игумен сказал ему более настойчиво, «Твое желание выше твоих сил. Берегись, сын мой, чтобы ты не пал за свое превозношение. Я повелеваю тебе служить лучше братья и за послушание свое ты будешь увенчан от Бога». Однако Никита не хотел послушаться наставлений Игумена. Он не мог победить в себе сильной ревности к затворнической жизни. Поэтому, к чему он стремился, то и выполнил. Он заключился в пещеру, крепко загородил вход и пребывал в молитве один, никуда не выходя. Тем не менее, спустя всего лишь несколько дней, он не избежал козни дьявола. Во время молитвенного пения он услышал голос, молящийся вместе с ним, и ощутил несказанное благоухание. Соблазнившись этим, он так размышлял сам с собой. «Если бы это был не ангел, то не молился бы со мною, и не было бы здесь благоухание Святого Духа». Он начал еще прилежнее молиться, говоря, «Господи, явись мне сам осизательно, чтобы я видел Тебя». На это последовал голос, «Не явлюсь я Тебе, потому что ты юн, иначе ты возгордишься и можешь пасть». Затворник продолжал слезно просить, «Никогда, Господи, я не соблазнуюсь. Меня научил игумен не внимать бесовским искушениям, но я исполню все, что ты повелишь». Тогда душепагубный змей, получив власть над ним, сказал, «Человеку, облеченному плотью, невозможно видеть меня, поэтому я посылаю ангела моего, чтобы он пребывал с тобою, а ты твори его волю». Затем тотчас предстал пред ним бес в образе ангела. Никита пал на землю и поклонился ему, как ангелу. Бес сказал ему, «С этого времени ты уже не молись, но читай книги. Этим путем ты будешь беседовать с Богом и будешь подавать полезные наставления приходящим к тебе. А я всегда буду молить Творца всех о твоем спасении». Затворник поверил этим словам и обольщенный уже более не молился. но стал ревностно читать книги. Присем он видел беса постоянно молящимся о нем и радовался, думая, что это ангел творит за него молитву. С приходящими же он много беседовал на основании священного писания о пользе души. Он начал даже пророчествовать, как палестинский затворник. О нем повсеместно распространилась слава среди людей суетных. Она достигла двора великого князя. На самом деле он не пророчествовал, но говорил пришедшим к нему, где было спрятано украденное имущество или где что-то случилось в отдаленном месте, зная все это от беса, посещавшего его. Так он известил великого князя Изяслава об убийстве князя Глеба в Новгороде и посоветовал ему послать его сына на княжий престол. Этого было достаточно для мирян, чтобы провозгласить затворника пророком. Видно, что миряне и даже монахи без духовной проницательности почти всегда обольщаются мошенниками, самозванцами, лицемерами и теми, кто введен бесами в заблуждение. И они принимают их за святых и истинных служителей Господа. Никто не мог сравниться с Никитой в знании книг Верхового Завета, но он терпеть не мог Нового Завета, никогда не хотел ни видеть, ни слышать, ни только читать. Ни с кем он не хотел беседовать о Новом Завете, не позволял никому из своих посетителей упоминать что-либо из него. Из этого странного предубеждения в его учении отцы Киева-Печерского монастыря поняли, что он был соблазнен дьяволом. В то время в монастыре было много преподобных отцов, наделенных духовными дарами и благодатью. Все они пришедшие вознесли молитвы к Богу о Никите и отогнали от него бесы, так что Никита уже не видел его. Затем, выведшие его из пещеры, они просили, чтобы он сказал им что-либо из Ветхого Завета. Он же стал клясться, что никогда даже не читал тех книг, которые очень недавно знал наизусть, притом теперь он не знал из них ни одного слова. Теперь его едва-едва могли научить грамоте. Постепенно пришедший в себя по молитвам преподобных отцов, он исповедал свой грех и горько раскаивался в нем. Позже он достиг высокой степени святости и дара чудотворения скромной жизнью среди братьев. Впоследствии святой Никита был возведен на новгородский епископский престол и по отшествии ко Господу канонизирован как епископ новгородский. Эта история ставит перед нами вопрос как религиозному искателю избежать ловушек и обманов с которыми он вдруг сталкивается в своем поиске. Есть только один ответ на этот вопрос. Человек должен быть в религиозных поисках не ради религиозных опытов, которые могут ввести в заблуждение, но ради истины. Пред каждым, кто постигает религию серьезно, встает вопрос. Это вопрос буквально жизни и смерти. Наша православная христианская вера, в отличие от западных конфессий, часто называется мистической. Она пребывает в духовной реальности, которая является то, что обычно называется сверхъестественной. что выходит за пределы всякого рода земной логики и опыта. Нет нужды изучать для познания этого только древнюю литературу, ибо и в наши собственные дни жизнь чудотворца полна мистических элементов. Владыку Иоанна Максимовича, который был в Калифорнии архиепископом Сан-Францискин, который умер совсем недавно, видели в ярком свете, сияющем во время молитвы. Он был провидцем, совершал чудеса исцеления. Но ничто из этого не замечательно само по себе. Все это может быть легко сымитировано ложными чудотворцами. Откуда мы знаем, что он пребывал существует. Субтитры создавал DimaTorzok